Ну хорошо, давайте тогда Евангелие от Иоанна, 14-я глава. И мы уже более-менее уговорили, то есть где эти слова, где они были сказаны, то есть Иисус Христос собрался со своими учениками до своего распятия. Это было на ту ночь, когда он установил этот новое заповедь или новое установление, называется, мы теперь понимаем, что это вечеря Господня, это хлебопроломнение. И это были практически последние слова назидания ученикам до того, как он уже пошел ко Христу. Это называется, ой, я уже забыл на русском, как это называется, это помещение, это место, это комната, где он собрался с ними. Он сказал своим двумя ученикам подойти, приготовьте место на Пасху. И они там вот кушали именно Пасху. Я забыл, как на русском, как называется эта комната. Я прошу прощения, но именно здесь, именно там произошло вот эти стихи. И здесь, если вам надо какой-то помощь, я верю, что надо читать Библию корки до корки. Каждый день, потихонечку, по возможности. Некоторые считают, что они раз в год читают Библию корки до корки. Некоторые стараются два раза в год. Было время по расписанию, когда больше позволял. Я пытался каждые три месяца читать Библию корки до корки. Но это задание. Я тебе говорю, тебе. Но иногда, когда ежедневное чтение Библии, и особенно если это числа, где все эти родословия, или там это скинье, иногда это все указания, это строительство этой скинье немножечко, или языки Ил, вот эти, сколько там, восемь глав, где говорится про храмы, и все эти подробности, детально все немножечко. И когда тебе действительно что-то нужно до души, иногда я перехожу сразу на Евангелие от Иоанна, потому что здесь было написано. Иоанн, надо вспоминать, что Иоанн был самый младший. Он был назван этот ученик, который Христос возлюбил. Он жил дольше всех, и он был последним. И он был тот, который Бог давал это откровение, откровение Иисуса Христа. И Иоанн, когда он написал свое Евангелие, у него уже был практически доступ на весь Новый Завет. То есть послание к Римлянам уже было написано, к Коринфянам, вот апостол Павел уже спасся, открылся уже эти тайны от тела Иисуса Христа. То есть у Иоанна он написал свое, чтобы вы уверовали. Так что здесь в Евангелии от Иоанна мы часто, чтобы вы уверовали, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Постоянно вера, вера, вера. И когда вам надо, в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 14, 15, 16, 17, просто нет подобных слов на планете, как эти слова, которые увещевают, которые подбадривают, которые утешают и помогают. А здесь он уже начал им говорить, что будет кое-что новое. И он им обещал, что будет это служение Святого Духа. И давайте читаем с вами 25 стих. «Сие сказал я вам, находясь с вами». То есть он еще был с ними, но он готовит им на это время, когда он уже будет вознесен, будет. И здесь уже Святой Дух. «Утешитель же», «Утешитель» — это кто? Это Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Здесь есть такое двойное применение, которое надо иметь немножечко в виду, «Когда изучаешь Божие Слово», что был период, то есть здесь этот крест, он на этой стороне креста сказал им в этих словах, он подготовил им на этот период, в которой мы с вами находимся сейчас. И было столько там лет, когда служение Святого Духа было очень прямое, потому что не было в руках людей Библию. То есть когда мы читаем книгу «Деяния», например, были в буквальном смысле пророки. Пророки почти похожи на те, которые были в Ветхом Завете, и Святой Дух имел прямую такую очень активную часть на сформирование тела Иисуса Христа. А сейчас у нас уже есть Слово Божие, и надо очень берегать тех, которые утверждают, что у них что-то дополнительное, или что-то выше. Это признак культ или секта. Это когда они приходят к вам и говорят, что да, мы верим Библию, но на самом деле они не верят Библию. На самом деле они говорят, что да, мы верим Библию, но у них потом предание, у них адвентистик седьмого дня, у них есть прочество Эллина Вайта, и они поставят прочество Эллина Вайта на те же самые уровни Библии. Православие, католики, я не сплетен, я не просто унижаю, я просто говорю так, как есть их. Спросите их. Изучай их литературу, имейте беседу с ними. Я просто говорю именно так, как они утверждают. Свидетели Еговы, они поставят именно эта сторожевая башня на те же самые уровни. И даже, я бы сказал, что вот так, католики и православие, они поставят предание или то, что говорит Папа Римский, выше Писания. Так что, когда есть противоречия, кто решает, кто прав и кто нет? То есть, кто прав? Когда Христос сказал, не называй на земле такие руководители, религиозные отцы, и когда церковь их называет, батюшки, вот, отцы, а кто прав? Тогда церковь или это общество, или это собрание, или какое-то, поставит себе на высшее положение, что определит, где правду. И это не то, что учил Иисус Христос. У тебя есть Библию, у тебя уже есть откровение Божие в руках. Но Он им говорит, что вот придет Святой Дух, и Он будет напоминать то, что я говорил. И часто тоже. То есть, это есть такое применение, на специальное применение здесь, на ранние годы церкви, тела Иисуса Христа. И тоже, индивидуально, если тебе надо, тебе надо быть верным, когда ты изучаешь Слово Божие, читаешь Слово Божие, надо молиться. И служение Святого Духа, Он, Господь, даст тебе какие-то там возможности свидетельствовать человеком. У тебя были вот такие моменты, когда Бог просто давал тебе говорить, и ты сам не знал, откуда. Откуда эта мудрость? Откуда вот так было, как быстро, и что-то. Это было служение Святого Духа. И мы немножечко говорили о служении Святого Духа, как Он сказал, что Он пребывает с вами вовеки. Мы видели в 16 главе, что Он будет облегчить мир о грехе, о праведности, о суде. Мы видели, что в 16 главе, что Святой Дух, Его дело прославляет Сын Божий. Это Его дело. Смотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 16 глава, и 14 стих. Он прославит меня, потому что Он моего возьмет и возвести вам. И тоже говорится, что Он не будет говорить о себе. Так что есть тоже такие группы, где они больше оттенок, или больше ударения, больше внимания, больше как важности дадут, например, на Святой Дух. Есть такие деноминации, как харизматы, как святыны, или как это называется Церковь Божия. Есть Пятидесятники. Это одна группа, где они говорят, что эти знамения и чудеса, которые были в книге Деяния, они для нас сегодня, это не просто было апостольские. Они утверждают, что у них есть сила и целит людей. И, конечно, то, что у меня непонятно, почему они не занимаются в больницах ничего. И почему тоже, если вы будете подробно и внимательно слушать, почему постоянно о Святом Духе говорят, когда Христос сказал, что когда Он придет, Он будет говорить обо мне. так что иногда на первый взгляд какие-то группы не сразу непонятно, они библейские или нет. У Сатаны было уже две тысячи лет сеять раздоры, сеять, ереси, сеять, столько здесь в разные деноминации и все, но у тебя есть Библия определиться. И там, где говорится хорошо и выше, выше, выше поставить Иисус Христос, выше. Вот это Дух Нового Завета. Дух Нового Завета, что Иисус у Него имя превыше всякого имени. Вот. Это не Мария. Там, где поставить Мария центр внимания, это не то. Это вообще не то. Там, где поставить какой-то человек центр внимания, это не то. Дух Нового Завета, то есть, христианский Дух прославляет именно наш Господь Иисус Христос. Он центр внимания. Он самый достойный. Аминь. Так что, вот, Он будет прославлять меня, Он сказал. Он будет вводить здесь в 13 стихе, а вот, это 13 стихе, когда уже придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвести вам. То есть, опять, здесь есть намек на этот, ученики, все, что у них было в руках в то время, было всего лишь Ветхий Завет. И Христос им предупредил, заранее сказал, что Он будет тебе напоминать. и Он тоже давал еще откровения. Хорошо, смотрите, пожалуйста, послание к Кримленам теперь, 8 глава. Давайте продолжаем смотреть на то, что Библия говорит о служении Святого Духа. «Тем дольше живу, тем и глубже, и больше убежден, что есть верующие, которые не очень доктринал в смысле они солидные. Это не в этом, что они верят право на такой доктрин, но когда ты начинаешь говорить о духовных вещах, они как будто с опытом верующие не знают Святой Дух. То есть ты можешь читать устав, ты можешь читать вероисповедание, ты можешь даже и верить. Все немножко как эти фарисеи. Много чего, что они читали, видели, верили, не было проблем в этом. Христос сказал, даже то, что они говорят, сделай, но не поступай по их делам. Много верующие, спасенные даже, которые, да, знают, читают Библию, что-то там здесь есть, но тесное общение именно со Святым Духом нет. И Господь хочет, тебе надо понять, что Он, во-первых, что Он Святой. И когда есть грязь и мерзость, или что-то там в жизни, то есть Святой Дух, это Его донимает, беспокоит, мешает, то есть как это может и быть, то есть наше тело это храм Святого Духа. Чем мы занимаемся, то, что мы думаем, то, что мы говорим, наши чувства и все остальное, тебе надо понять, что Господь с тобой, Он обещал быть с вами и не покидать тебя. вечно в безопасности, ты как раз спасен, во веки веков ты спасен, и тело твое является храм Святого Духа, и тебе надо его, как сказать, тебе надо ценить, беречь, как сказать, ухаживать, тебе надо выращивать это общение с Богом, тебе надо этот совесть человека, это очень деликатная такая штука, и как раз Бог дал тебе совесть, тебе надо Святой Дух работать со совестью, и тебе надо с ним общаться таким образом, я тебе говорю, братья, сестры, что я попробовал много чего в этом мире, практически всех видов алкоголя, я попробовал, попробовал, курил, там всякое, и вы знаете, ничего подобного, это радость, покой, мир, удовлетворение, это любовь, которую Святой Дух обеспечит тем, которые просто общаются с Ним и верят, ничего подобного, но надо конечно знать, что Библия говорит об этом, это не значит, что ты будешь падать на землю или на пол, и гавкать, как собака, там, где я был на такие собрания, где в гости был я на какое-то пятидесятническое собрание, и там они вели себя как будто, я не знаю, это было очень дико и странно, это не был тот дух, с которым я познакомился, когда я спасся. Аминь. Ну, давайте, здесь послание к римлянам, 8 глава и 14 стих. Ибо все водимые Дуком Божьим сут Сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым вызываем Ава отче. Так что Святой Дух этой стихи нам говорит вот так. Есть два вида страха. Одна правильная и одна неправильная. Это очень видно, очень часто, как бывают отцы или матери со своими детьми. Бывает, вот есть такие, есть такие родители, и они очень гордые, насколько вот их детки такие дисциплинированные. Все детки просто вот так. И папа говорит, ну, прыгай, и они прыгают, послушные, они послушные. И почему? Потому что им страшно. Видно по лицам, что здесь нету отношения, здесь нету взаимной любовь, уважения, нету от стороны детей, просто хотение убеждать или угождать папу с мамой, здесь просто им страшно не быть послушными. И обычно такие семьи, особенно в церкви, такие детки, когда им уже 18 лет, до свидания. почему? Потому что да, они были вот такие, могут быть послушные, а папа, смотри, как мои детки такие послушные. Но здесь нету отношения. Почему? Потому что было зависит от страха. Одна вида страха, это когда верующие им просто страшно, думают, что Господь будет их убить в любой момент. Я не был послушный, я не читал Библию сегодня утром, я не читал все мои три глава, и Господь потом будет меня наказывать. У тебя немножечко не то представление от твоего небесного Отца. Он тебя любит. Вы понимаете? Он не тиран. Он полно благодати, милосердия, он верный, он добрый. Аминь, братья и сестры, это так. Он не диктатор, он не тиран, он не типа Сталина, не убивает. А кто тебе так сказал? Кто тебе вообще так сказал, что он такой? Вы его просто не знаете. Есть другой вид страха. Страх это страх к Богу. Не потому, что вам страшно, что он тебя убьет или убивает, или будет забрать ваши детки, или тебе будет банкротство, или он забирает твои ноги, или что-то. Я слышал всякие виды проповедей, которые делают верующие вот такие. Это ненормально, братья и сестры. Наш отец добрый, он хороший, он верный, щедрый, любезный, братья и сестры. А сатана, он клеветник. Он такой, который хочет, чтобы ты был ниже, ниже, без свободы, без радости. Как можно иметь радость, и радость сила ваша, Библия говорит, это радость, радость Господней. Как можно быть радостным, когда ты считаешь, что Господь тебя убьет в любой момент? Серьезно? Так что другой вид срака, который Святой Дух дает, это что у тебя сколько любовь к нему, что ты боишься его как донимать, разочаровывать, то есть огорчать, огорчать. И вот правильный вид срака. Вот, это страх, который именно с любви. И это тот страх, которого Святой Дух даст. Он не дает нам Дух рабства, здесь написано, чтобы нам было бояться. Он дал нам Дух усыновления. Он мой отец, он ухаживает за меня. Я могу в этом уповать и найти вот именно утешение и все. Так что это служение Святого Духа. Он тебя вводит, он тебя утешает. И 16 стих давайте здесь читаем. сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Здесь говорится, что у человека есть свой человеческий Дух. Но это наш Дух. А здесь уже и Святой Дух. Как можно объяснить неверующим, что ты знаешь наверняка, что ты спасен? Объясните пожалуйста со словами. Кто из вас вы знаете, что если ты умрешь, ты знаешь, что ты идешь на небесах? То есть верующие знают? Знают? Объяснить этого я не смогу. Но Его Дух во мне свидетельствует, что Он меня усыновлял благодаря искуплению нашего Господа на кресте. Я Его принял и Он меня принял. Так что вот это служение Святого Духа, он работает в верующих, он их вводит в истину, он направляет, это не дело в том, что он не направляет, он старается хотя бы. Многие из его детки непослушные, многие хотят они слушать больше плод, плод, они слышат больше этого мира. Но Святой Дух вас, он тебя направляет, он пытается тебя довести до истины, если там что-то не то, особенно с отношением с Господом, он пытается тебе объяснить. Я знаю некоторые верующие им, им как, они могут бороться с этим 10, 15, 20 лет, пока они уже дошли до такой момент, где они на 100% просто довирают и уповывают на Господу. Я знаю миссионеры, я знаю один миссионер, мы о нем говорили. Человек, преданный Богу, знал Библию, хорошо проповедовал, поехал в Германию, чтобы быть миссионером, а там из-за то, что у него не было именно этот маленький такой нюанс в своем сердце насчет его отношения с Богом, он все думал, что это все зависит от чего, что я сделаю. Это все зависит от меня, мне надо вот так делать, мне надо так одевать, мне надо вот так сколько читать Библию каждый день, мне надо сколько времени молиться, мне надо сколько благовествовать Евангелие, и потом, если я это все сделаю, мне надо столько денег давать, мне надо вот так, это такой огромный список они сами создают, и потом они думают, если я могу каждый день подчеркнуть или вот это все делать, потом он меня принят. И тебе надо понимать, что он тебя принимает не из-за того, что ты делаешь, он тебя принимает благодаря своего единородного сына Иисуса Христа, ты в нем, он тебе уже и принял. Это не зависит от того, что ты сделал, это было все зависит от того, что он уже сделал. И когда этот маленький такой нюанс, ты найдешь в своем сердце и веришь, у тебя будет победа, у тебя будешь уже начинать ходить и уповать на Бога. Этот человек, он полное падение, у него был взрыв, у него уже был какой-то что-то с гормонами, что-то не то, но у него был взрыв. Он бросил все, и он сказал, что он думал, что Господь уже его ненавидел, он был убежден, что Бог его покидал, он даже и начал сомневаться, что спасен или нет. И потом он сказал, что это был его сын, он разговаривался со своим сыном, он кое-что понимает, что Бог или что-то, он говорит, ну да, папа, я понимаю, ну что ты понимаешь, я понимаю, что он меня любит. И он сказал, как ты знаешь, а что ты еще понимаешь, он говорит, что Бог просто хочет меня беречь и обнять. Бог хочет меня обнять. И он сказал, что именно вот такое. Маленькие детки понимают больше иногда взрослых такие вещи. И сломался его сердце, потом он перестал смотреть на себя и начал смотреть на Иисуса Христа. Вот служение Святого Духа. Давайте еще. Что он еще делает? Послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. 26 стих. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизвреченными. Это интересный стих из 27. Испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Иногда мы не знаем воли Божьей. То есть мы молимся, у нас какое-то решение надо принять, Бог поставил нам на какой-то там распуте, придется принять решение, или что-то там случилось, и бывает, что нам сложно, даже не знаешь, как правильно чувствовать, как правильно думать об этом, что делать. И есть просто такие глубокие дыхания в молитве, когда ты просто говоришь «О Божий, О Господь, О Господь», ты не знаешь даже, что говорит «О Божий, помоги меня», это все, что ты знаешь, «О Божий, помоги меня», «Помоги меня», ты не знаешь, что говорит, а Святой Дух, он ходатайствует, он самый величайший переводчик, он знает, что есть на сердце человека, он знает именно волю Божию, и он переводит это «Ой, ой, 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 когда Божий мой, когда говоришь «Ой», Дух Святой переводит и ходатайствует за вас, это служение Святого Духа. Разве это неблагословение? Знать, что когда тебе трудно, ты даже не знаешь, как молиться, что молиться, что Святой Дух, он там. Аминь. Хорошо, первое послание Коринфянам, 12 глава. Если вы еще не познакомились со Святым Духом, я дам тебе рекомендации. Идите домой, отключи все и всех. Телевизор, радио, компьютер, телефон, интернет, все просто выключи. Станьте на колени, стоя, сидя, как хотите, ложа на полу. Это моя самая любимая позиция. Просто тем ниже, тем лучше. Вот. И просто до того, читайте Библию, до того, и просто посмотрите, где Библия, когда Библия что-то говорит о Нем. Он верный, он ревный, он милостивый, он любезный, он полно благодатью. И просто все атрибуты Божьи, что он святой, подумай о Нем. Дайте Ему хвалу и славу. Не потому, что ты чувствуешь Ленин, просто потому, что он достоин этого. И потом проводите время только на мышление самого Бога, прославляйте имена Божьего Сына, и сколько ты можешь там проводить время только на благодарности. То есть, ты говоришь, что у меня все плохо. Христос сказал, радуйтесь, что твои имена записаны в книге жизни. Ты можешь об этом радоваться? Ты не будешь гореть в аду, разве это не благословение? Получили вот именно спасение даром бесплатным, что ты не получил то, что заслужил. Я рад, что вот я не умер до того, как я спасся. Смог бы получиться. Аминь. кормил сегодня, я кушал сегодня. У меня своих детей, у каждого из них пять палцев, на каждую руку, они ходят, видят, слышат, говорят. Просто перечисляйте, вот именно, говорит, спасибо тебе, Господи, за это, спасибо тебе, Господи, за это, спасибо, благодарю тебя, благодарю тебя. Просто не думай о ваших проблемах и все остальное, просто дайте ему благодарение, хвала и слава, потому что он достоин вот этого все, и Святой Дух появляется. И у тебя потом будут какие-то там новые чувства. На место это волнение, переживание, на место этого беспокойства, на место этого гнева или горечи, на это все исполняет твое сердце с радостью, слава, любовь, мир, покой, удовлетворение отслужения Святого Духа. Аминь. Просто аминь. Хорошо, давайте, 1 Коринфянам, 12 глава. Хорошо, здесь говорится, что Святой Дух, Он дает дары, таланты, способности людям, и мы должны их использовать, чтобы назидать друг другу. Здесь весь этот глава говорится об этом. Но здесь интересный стих, 13 стих. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, то есть язычники, греки, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Здесь говорится и пользуется, использует этот прообраз тела, то есть много членов, но это одно тело. Так что все верующие, они должны быть такие. Не все способны иметь талант или дар Господа Бога играть на пианино. Не все способны работать с руками, чтобы все было красиво и хорошо. Не все имеют преподавать, не все имеют петь. У нас раньше, самый первый раз, когда пытались делать из хор, я прекрасно это понял. Некоторые просто глухие тонально, они просто, когда все говорили, пели на до, эти другие на фа. Это было, ой, да, интересно. Но у тебя есть что-то от Господа, которое ты можешь посвящать к Нему, чтобы было благословение другим на прославление нашего Господа. У всех есть что-то. Время, энергии, некоторые, некоторые почему-то, я знаю пару штук, им легко зарабатывать деньги. Они, которые, они вечно будут бедные и всегда будут бедные. Невзирая на что, появляется у них миллион долларов и через месяц их нет. Не умеют. Некоторые они умеют выращивать деньги. Они щедрые, живут очень скромные, дают, помогают в Божье дело. Это талант, это способности. Я бы хотел, чтобы пару штук здесь было такой талант. Было бы попроще, чуть-чуть. Ну, большинство верующих, Иисус Христос общался, большинство они были средние такие классы, бедные, они не были самые такие богатые, самые богатые образованные культуры религиозные распяли его. Его друзья, они были плотники, рыбаки, митры, как мы, братья. Аминь. Ну вот, здесь тело Иисуса Христа, это называется церковь, и это его невеста, он уже обручил ее к себе и ждет в будущем медовый месяц. Сейчас это тело есть, и Библия говорит, что Святой Дух, в 13 стихе, он здесь, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. И проблем бывает, когда верующие читают Библию, и когда они видят это слово крещение, они думают, что это всегда водное крещение. И почти самый первый выдающий знак у христианских церквей, они правильны или нет, именно это как они относятся в водное крещение. Их учение о водном крещении ты сразу знаешь, они библейские или нет. Но крещение водное это всего лишь символ, это внешний знак на то, что произошло в духовном смысле. Так что крещение, слово крещение, это как погружение. И вновь и вновь Библия говорит в Новом Завете, что как раз ты спасен, ты во кресте, ты в нем, и он в вас, вновь и вовь. Если кто во кресте, он новая тварь. Имеющие сына имеют жизнь вечную, не имеющие сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот это постоянно в нем, в нем, и вы в нем имеете вся полнота, в нем, в нем. Как ты попал именно в нем? Как это быть? Как это может быть? Чуть-чуть непонятно на первый взгляд, но здесь духовные такие истины, что есть духовный союз верующего со Христом. Момент, когда человек покаяться и уверует во Христе Иисусе, Святой Дух выходит в нем, возрождает его Дух и крестит его в тело Иисуса Христа. Так что сейчас Библия говорит, что ты теперь в нем и он теперь в вас. И настолько, что Библия говорит, что ты уже распят с ним, ты был уже погребен с ним, и ты уже и воскрес с ним. И водное крещение это внешний знак, что такое уже произошло, что ты умер, старый человек умер, был погребен. То есть мы не брызгаем. Когда мы похороним людям, это не просто мы его просто там возле дерева сидись и чуть-чуть погружение он под землёю. Вот крещение, вот почему мы погружением крестим людей. Смерть, погребение и воскресение он олицетворяет. И это внешний знак на то, что произошло в духовном смысле сердца верующего человека. Это называется крещение Святого Духа. И как раз этот брат уже спасся, он во кресте и был крещен в теле. Этот брат, этот брат, эта сестра, эта сестра и так далее. Так что Библия теперь говорит, что вы все в одном теле. В одном теле. И мы должны любить друг другу, мы должны терпеть друг другу, простить друг другу. Аминь. Попробуйте, попробуйте быть пастором когда-то. Попробуйте. Просто аудитории бывает так интересно. Божье стадо такая интересная штука. Божья семья, они вот такие бывают, что вот есть совсем новорожденные, есть те, которые уже хотя бы 20 лет, они ведут себя до сих пор как младенцы. Аминь. Ну, что сделаем? Христос командовал нас любить друг другу и принять так, как есть. И благодаря него мы терпим, мы любим и прощаем грехи друг друга. Аминь. Вот так и должно быть. Ну, но это служение Святого Дука в жизни верующего. Это немножечко. Если вы хотели еще более подробно, они были радиопередачи, но здесь есть теологические исследования, здесь какая-то тема есть. По-моему, это что происходит, когда работа Святого Дука в жизни верующего. Что-то подобное есть. Вы можете там много стихах говориться об этом.